Русские новости 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 председательствующего в ОБСЕ, посетил Киев. На пресс-конференции Дачич высказался по поводу информации в прессе об участии граждан Сербии в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. Он заявил, что в Сербии подвергаются уголовному наказанию все, участвующие в боевых действиях где-либо в мире, включая Украину, и каждого, кто участвует в конфликтах вне Сербии, в Сербии ожидает тюрьма. Можно быть уверенным, что в Российской Федерации точно такая же позиция у власти. Они до времени ее не оглашают, но придет момент, и они об этом тоже скажут. Они скажут, мы вас туда не посылали, и ваш статус здесь, в России, это уголовники. И сидеть вам в тюрьме. Это уже начинается, мы же это видим. Горловку отчаянно обстреливают, а ополченцам ответить нечем. Их заставили предпринять жест доброй воли, отвести боевую технику и тяжелое вооружение. Мы видим, как власть создает русских везде, везде, где бы не дотянулись ее грязные руки. И прежде всего сотрудники ФСБ действуют против России русских. И нам пора сказать этим сотрудникам, они, конечно, выполняют разные задачи, и там есть разные люди, но в целом мы видим, что ФСБ против России русских. Я обращаюсь к тем сотрудникам ФСБ, которые наверняка отслеживают то, что я пишу, то, что я выкладываю в эфир. Вы обслуживаете воровской, предательский, изменнический режим, который перекрыл России все проявления суверенитета. Россия – несуверенная страна. Те, кто обязаны ее защищать, обязаны защищать ее суверенитет, сейчас истязают русский народ. И вы соучаствуете в этом преступлении. Адвокат Владимир Кудряшова, которого изменники, действующие в Новороссии, выдали изменникам, властвующим в Российской Федерации, пишет. Кудряшова объявили в розыск в мае, и его же сотрудники отконвоировали его на границу Российской Федерации, где он попал в дружеские объятия неких людей в штатском. До этого момента все было пристойно, а вот дальше начинается настоящий безудержный трэш. Парнем обошлись, как со злейшим диверсантом, мешок на голову, в заброшенный подвал и ногами по голове для начала. Потом провода на пальцы и пытки током. Сегодня я видел эти шрамы, которые за месяц не зажили. А ради чего? «Скажи, что в атаке исповедовали нациал-социализм», «Скажи, что в атаке готовили захват власти». Детали и подробности этих злодеев не волновали, нужны были общие фразы. Дело атаки довольно известно, инспирированное, выдуманное. Ребята сидят в тюрьме, но вот кроме них, оказывается, все, кто хоть как-то встречался с этими ребятами, кто сейчас подвергается репрессиям со стороны режима Путина, все они находятся под подозрением и все они могут быть обвинены в терроризме и могут вот такими беззаконными методами допрашиваться. Я вам скажу, сотрудники ФСБ, я встречался. Я встречался с теми, кого потом вы задержали, обвинили в подготовке государственного переворота. И я не стужусь, что я с ними встречался, разговаривал. Может быть, мы не нашли общего языка, когда готовили русский марш, атака как-то предпочла остаться в стороне. Я думаю, что вы можете меня пригласить для дачи показаний, и я вам покажу. Я скажу, что вы предатели. Вы предатели. Не атака предатели, а вы. Вы сотрудники ФСБ, которые инспирировали это дело, которые его сфальсифицировали, которые фальсифицируют и многие другие дела в угоду то ли Чубайсу, то ли еще каким-то силам, но только не на пользу и не в интересах Российской Федерации. Вы переступаете закон каждый день, обслуживая этот режим. Вы его должны были пресечь на корню, не допустить его существования, не допустить сдачи национальных интересов в России. Вас для этого весь народ кормит. А вы чем занимаетесь? Вы чем занимаетесь, господин Бортников? Я думаю, что вы входите вот в эту группировку преступников, а все остальные вам почему-то подчиняются. Офицеры ФСБ, чему вы подчиняетесь? Кому вы подчиняетесь? Вы подчиняетесь преступникам, изменникам Родины? Неужели вы думаете, что все это так обойдется, что рано или поздно вам не придется отвечать за те преступления, в которых вы соучаствовали или которые вы инспирировали? В отношении Кудряшова или в отношении Атаки, или в отношении Квачкова и других людей, которые томятся, совершенно беззаконно в ваших застенках подвергаются вот таким преступным методам допроса. Где держат ворованные деньги кремлевские изменники? За позапрошлый месяц Центробанк Российской Федерации приобрел американских казначейских бумаг на сумму 4,1 миллиарда долларов. 1,4 миллиарда долларов. Увеличив свои вложения в эти ценные бумаги до 70,1 миллиарда долларов. При этом майская закупка стала крупнейшей с апреля 2014 года. На нее ушла вся валюта, купленная Центральным банком на рынке. Объем вложений более 200 миллиардов рублей в пересчете по курсу равен четверти доходов бюджета Российской Федерации за май 209 миллиардов рублей. И на 15% превышает сумму, потраченную по статье здравоохранения на начало года. В 4 раза объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство за 5 месяцев. Ранее Россия в основном продавала американские облигации. К апрелю 2015, с начала 2014 года объем вложений сократился вдвое, с 135 миллиардов до 66 миллиардов. Рекордные продажи были зафиксированы в декабре и марте 2014 года. И мы уже решили, что Центробанк начал проводить независимую от ФРС политику. Но это был обман, это, может быть, было для того и сделано, чтобы пропагандистская машина сработала и показала нам, смотрите, мы забираем свои деньги у американцев. Ничего подобного. Сколько забрали, столько вложили и еще добавили. Как сказано в Писании, как сказано в Новом Завете, там, где сокровище твое, там и сердце твое. Их сердце там, за рубежом, за океаном, в американских банках, там их вложение. Они рассматривают то, что собирают с нас в виде налогов и складывают свои кубышки как свой собственный ресурс, как свои собственные средства и распоряжаются ими, как им вздумается. Для того, чтобы то, что числится как государственный бюджет, просто разворовывать. Они этим занимаются каждый день, каждый божий день. Они наносят ущерб Российской Федерации, расхищая бюджет. Вот в том числе и такими действиями, которые предпринял Центральный банк, который, можно сказать, украл из российского бюджета те деньги, которые якобы складывают в резерв. Нам ваши резервы не нужны. Нам нужно следование всеми органами государственной власти Российской Федерации, всеми финансовыми институтами, национальным интересам нашей страны и нашего народа. Вы этого не делали никогда. Те, кто сидит в правительстве, в Центробанке, ФСБ, вы этого не делали за последние 25 лет. Никогда. Поэтому мы вас и называем оккупанты. А тот, кто сидит в Кремле, это никакой не президент, это гауляйтер, изменник, глава оккупационной власти, самый ничтожный человек, у которого нет ни биографии, ни образования, ни чести, ни совести. А вы все его обслуживаете. Это стыд и позор, но также еще и преступление. Запомните это. Это не только аморальное поведение, но это и преступление против нации и государства. А здесь гибнущие России, иллюзии демократии. Новых партий, по прогнозу главы Госдома Нарышкина, в парламенте не появятся. Так и знаете. Как вот были вот эти марионетки, так они и будут. Конечно, это крайне сложно для вновь образованной партии с опытом работы 2-3-4 года войти в состав Государственной Думы, заявил он. Чтобы быть выбранным, должен быть большой опыт, большая практика и более широкая поддержка избирателей. Якобы у вас, господа Нарышкин и компания, есть хоть какая-то поддержка избирателей. Ее нет. Вы сфальсифицировали и все выборы, и всю политическую систему. Поэтому то, что вы приписываете себе, это просто обман. У вас нет никакой поддержки. Спросите на улице, ну просто в дружеской беседе какого-нибудь человека, как он относится к парламенту. Ну он сплюнет разве что под ноги. Вот это будет самая естественная реакция людей, которые видят, как ведут себя так называемые парламентарии, так называемые народные представители. Они не являются народными представителями. Они представляют только свои партии. А партии обслуживают оккупационный режим. Тогда кто они? Обслуживающий персонал оккупантов. И далее Нарышкин сказал. Поэтому, конечно, я все-таки сомневаюсь, что кто-то из молодых, из вновь образованных партий сможет завевать места депутатов Государственной Думы. Ну тогда что нам делать на этих выборах? Если бы действительно были организации, которые отстаивают наши права, которые следуют национальным интересам России, мы бы на выборы, наверное, пошли. Ну не для того, чтобы поучаствовать в выборах, а хотя бы морально поддержать тех, кто сражается за наши интересы. А если их там не будет, и Нарышкин, Мышкин-Нарышкин сказал, что не будет там никаких других партий, вот только эти придурки, которых мы видим по телевидению каждый день. Кстати, надо прекратить смотреть телевизор. Хватит на них любоваться, на этих негодяев, которые у нас уже такие заслуженные парламентарии, вроде Жириновского, просто этого паяца и жулика. Ну и другие, что нам на них смотреть, что они нам могут сказать интересного. Или нам интересны их словесные извращения, их выдумки, их обманы. Все, что они говорят, это ложь. Ложь, тотальная ложь. Они хотят только того, чтобы мы в эту ложь поверили. Ну давайте мы просто даже не будем их слушать. И выборы-то их выборы, мы не пойдем на них, не надо на них ходить, и не надо от них ничего ожидать. Если поддержат, то поддержат своих. Но если нам заранее гарантируют, что там своих не будет, значит и не надо ходить на эти выборы. При переносе выборов на сентябрь 2016 года социально незащищенными оказались депутаты, которые на выборах не смогут переизбраться. Им положены социальные гарантии вплоть до 4 декабря 2016 года. За ними сохраняется денежное содержание, парламентская неприкосновенность, служебное жилье и соцстрахование. На эти цели, согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, закладываются расходы из средств федерального бюджета в размере 713 миллионов 700 тысяч рублей. За каждого в расчете, за каждого парламентария 1 миллион, ну скажем так, полтора миллиона рублей за каждого из 450 депутатов. В третьем чтении за этот документ проголосовали 329 депутатов, двое против, воздержавшихся не было. Вот исходя из этого и мы должны оценивать, что такое нынче парламент. Парламент это место, где защищают социальные права вот так называемых депутатов. А социальные права граждан там не защищают ни в коем случае, ни в коем случае. Это для них было бы каким-то разрывом логики, прекращением какой-то функции, которую они заложили уже себе в мозг. Чудовищная фальсификация услуг жилищно-коммунального хозяйства. Не только в Москве, но и в России. С 1 июля в России услуги ЖКХ в среднем повысились на 8,3%. Так раз сразу на 8%. По состоянию на 1 мая 2015 года долги граждан России за услуги ЖКХ превысили рекордный триллион рублей. Структурой задолженности более 40% приходится на неплатежи за тепло и горячую воду. 25% за газ, 20% за электроэнергию, 15% за холодную воду, ремонт, уборку, вывоз. Причем долги физлицы из этой суммы составляют не более 15-20%. Остальное приходится на управляющие компании, ТСЖ, а также промышленные предприятия. Но все-таки это тоже касается нас. Мы не можем выполнить эти управляющим компаниям, а те не выплачивают соответственно тем, кто вот эти услуги ЖКХ предоставляет. Это они на нас все накручивают, насчитывают, насчитывают эти долги. Реально этих долгов нет. Реально есть кошмарное, колоссальное превышение объема предоставляемых услуг и тарифов. Все это обман. Реально то, что нам предоставляется, стоит в несколько раз дешевле. И отсюда и образовался вот этот триллион рублей. Они не могут с нас взять, потому что взять-то нечего. Если бы могли, они бы, конечно, взяли, они бы пошли в суды. Но они не идут, потому что знают, что в суде все это расковыряют и заставят их доказать, что это действительно долги, что они действительно образовались, что действительно не платили. И должны были заплатить именно столько, должно быть обоснование суммы иска. Они не могут ее рассчитать никоим образом, потому что то, что они пишут в платежках, присылаемых каждый месяц каждому гражданину, это ложь. Эту ложь они никак не могут обосновать в суде. Попробуйте узнать, за что вы платите деньги по квитанции единого расчетного центра ИРЦ. И вы не сможете узнать, потому что это не знают и те, кто выставляют вам счета. Один из молодых москвичей прикинул, таким образом он написал, вчера платил 1147 рублей за капремонт дома. Посмотрел на сайте правительства Москвы, мой дом будет ремонтировать в 2033 году через 18 лет. Общая площадь моего дома, по данным того же сайта, равна 56 тысяч квадратных метров. За 18 лет я заплачу за свою квартиру, помножить на 12 месяцев на 18 лет, 247 тысяч рублей. Ну, округлим, 250 тысяч, четверть миллиона рублей. За 18 лет весь мой дом заплатит 15 на 15 рублей на 12 месяцев на 18 лет 153 миллиона рублей. Можно на эти деньги построить новый дом. Я думал, нам просто трубы крышу отремонтируют, как на сайте у них указано. Но, судя по сумме ремонта, уже в 2033 году на моем доме будут золотые купола, минимум две вертолетные площадки, бронированные окна, скоростные лифты, кевларовые стены и платиновое напыление на перилах. Ну, чисто для красоты. Это такой юмор, мрачный юмор. На самом деле, было обозначено, что 153 миллиона рублей будет стоить через 18 лет этот ремонт. Но не забудем, что мы инвестируем. Мы инвестируем. Эти деньги не будут лежать где-то сложены в стопочку. Это деньги, которые будут крутить в данном случае правительство Москвы. И за 18 лет эта сумма, которая вот таким нарастающим итогом будет прибавляться, утроится. То есть, речь идет вообще о том, что дом, который собираются отремонтировать через 18 лет, будет накопит от вот этих инвестиций примерно полмиллиарда рублей. За полмиллиарда можно построить несколько таких домов. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся, это тотальное вранье. Господин Собянин, все, что вы там понаговорили про капитальный ремонт, это сущее вранье. Это может посчитать любой школьник. Посмотреть, сколько стоит строительство, сколько стоит ремонт. И посчитать, сколько соберут с его дома. Площадь этого дома легко рассчитать и легко прикинуть. Может быть, задача такая достаточно сложная для ленивых людей. Но человек, который за это возьмется, легко посчитает. И он увидит, что капитальный ремонт, который когда-то еще будут производить, будет дешевле раз в 10, чем они соберут с нас денег. Поэтому это чистое воровство. Вы должны точно знать, граждане не только Москвы и других городов, то, что с вас собирают за капитальный ремонт, это стопроцентное воровство. Если можно было бы уклониться от выплаты всего этого, то мы бы, наверное, стали уклоняться. И пусть там нарастают где-то долги записанные. Я, собственно, так вот и рекомендую. Но бывает невозможно уклониться. Бывает невозможно уклониться. И тогда это надо рассматривать не как налоги, не как сборы. Это просто воровство. Разбойники захватили власть и выворачивают у вас карманы. Вот и все. Мне понравилась в интернете тут одна запись. В московском зоопарке рацион ежика 84 рубля в сутки, осла 87 рублей. Втребительская корзина, россиянина, как тут написано, в общем, правильно, 86 рублей в сутки. Уже не ежик, но еще не осел. Ну, уже осел, надо сказать. Уже осел. Только осел может жить при такой власти и поддерживать даже ее, которая выплачивает ему вот столько, 86 рублей в сутки, чтобы он ни в чем себе не отказывал. Нищета, которая царит в России, касается, конечно, не всех. Но многих она уже коснулась. Это больше 20 миллионов человек живут в нищете. А кучка людей, которая прилепилась к Кремлю, прилепилась к власти, прилепилась к нашим природным ресурсам и торгует ими, совершенно не пополняя наш бюджет, эта кучка, ну, может быть, несколько десятков тысяч человек. И она устроила себе потребление на уровне не среднего даже слоя европейского, а высшего имущественного слоя, который вообще можно встретить в мире. То есть эти люди живут как президенты, имеют огромные виллы, имеют свои латифунди, имеют огромные предприятия, которыми не столько управляют, сколько забирают для личного потребления колоссальные суммы. Надо как-то с этим что-то сделать, не так ли? Вот эту группировку, конечно, надо срезать. Это не означает установление социализма. Это означает наказание варья, которая сейчас правит в Российской Федерации. Их просто надо убрать, скорее всего, за решетку. Они, конечно, начнут разбегаться, но надо будет доставать везде и все имущество заставить их вернуть. И прекратить нищету в России, дать людям работу, нормальное образование, нормальное здравоохранение, прекратить воровство в ЖКХ. Это естественное желание, естественная политическая программа, которая должна быть еще наполнена смыслами. А зачем все это делать вообще? Зачем кормить все это население, если оно действительно состоит из ежиков и ослов? Если это ежики и ослы, то давайте бросим вообще заниматься политикой, что-то требовать. Тогда мы просто сброд люди для зоопарка. Вот нас, как в зоопарке, будут держать по одному экземпляру. И больше не надо. Остальным надо просто помереть, поскорее уйти в мир иной, чтобы просто не мешать социальные затраты, какие-то ЖКХ. Эти вопросы, они же очень сильно обременяют правящую группировку. Поэтому побыстрее на тот свет, не рожайте детей и сами побыстрее умирайте. Вот это то, что в их интересах. В наших интересах их убрать и нормально по-человечески начать жить. Они ведут свою собственную войну против наших мозгов, чтобы мы никогда не дошли до этой мысли, что верхушку варья и изменников надо просто убрать. Поэтому фальшивых аккаунтов в Твиттере, Фейсбуке, в ЖЖ, ВКонтакте тысячи. Благодаря российско-украинскому конфликту их становится все больше и больше. На сайте Института высокого коммунитаризма опубликованы материалы о войне, которую кремляне ведут не только с мировыми СМИ из США, но и со своим народом. Это системный обман людей, спонсированный сторонниками воровского режима. В Петербурге расположено агентство, которое по меньшей мере за 20 миллионов рублей в месяц рисует карикатуры на обамку и снабжает комментариями сайты всех популярных медиа страны. Здесь набирают правильные новости не менее 20 в день. А также сидят троллинг-пропагандисты, забивающие всякий тренд в соцсетях и блогах агрессивными комментариями. Примерно 250 человек сменяют друг друга раз в 12 часов, круглосуточно пишут в блоге. В основном это ЖЖ и ВКонтакте. Это завод полного цикла. Одни пишут посты, другие комментируют чаще всего друг друга. У блогера норма 10 постов в день, 750 символов минимум. У комментатора 126 комментариев и 2 поста. Главная цель – количество просмотров посетителей. По плану их количество на всех сайтах холдинга в целом должно повышаться на 3000 человек каждый день. При всем ужасе от существования этой фабрики ЛЖИ, главное в ней – это подключение к распространению вранья множества людей. Мы же нормальные люди, никак не можем организовать свою фабрику правды. А нас-то миллионы. Если бы мы стояли на стороне правды каждый день по минуте, то этой фабрики ЛЖИ никогда бы не было. Она бы просто утонула в потоке правды, источником которой были бы мы, граждане. Но одновременно Министерство внутренних дел закупает для нас, для граждан, щиты нового образца. Стоимость каждого устройства – примерно 30 тысяч рублей. Вся партия обойдется в 3 миллиона. Но это самое начало. Щиты будут предоставлены служащим внутренних войск, обеспечивающим правопорядок на массовых мероприятиях и пресекающих незаконные акции. В специальный паз щита вставляется электрошокер, импульс от которого выводится на всю наружную поверхность щита. По проводящей ленте. Электрошокер может выниматься из паза щита и использоваться как самостоятельное оружие ближнего боя. Передаваемое им напряжение составляет 120 тысяч вольт. После секундного удара подобной силы человеку нужно не менее 20 минут, чтобы прийти в себя. Вот таким оружием они будут воспитывать граждан в покорности вот этой фабрике ЛЖИ. То есть кто не поддается вот этим лживым глупостям, распространяемым в сети интернет, для того электрошокер. Но мы надеемся, что мы можем чем-то ответить. Прежде всего массовостью и работой с сознанием тех, кто пытается обслуживать власть, а должен служить народу. Поэтому мы обращаемся к тем, кто носит полицейские погоны, кто служит во внутренних войсках. Вы должны вовремя развернуть вот эти щиты, электрошокеры в другую сторону. И помочь гражданам России заменить власть, которая существует сейчас. Потому что она уничтожит весь народ, и вас в том числе, и ваших потомков, ваших детей. Это вам кажется, что вам хорошо сейчас платят и вам хорошо живется. В отличие от подавляющего большинства граждан Российской Федерации. Да, очень много платят тем, кто призван для истязания граждан России. Много платят. И тем, кому платят, кажется, что они какую-то важную функцию исполняют. Но на самом деле они исполняют функцию полицаев, то есть предателей и изменников. Расплата за это известна какая. Поэтому стоит подумать, надо вовремя либо отказаться от подобной службы, от обслуживания олигархии, либо развернуть свое оружие в адрес тех, кто вас натравливает на мирных граждан, которые отстаивают свои собственные интересы и национальные интересы России. Коммунисты за живодерство в прошлом. Решение предков об увековечении чьей-то памяти необходимо уважать, сказал в эфире Русской службы новостей зампред ЦК КПРФ, руководитель Московского горкома партии Валерий Рашкин. Комментируя предложение исключить из столичной топонимики имя Петра Войкова, одного из организаторов убийств семьи Николая Второго и самого государя. Я категорически против переименования. Надо смотреть со всех сторон, а не как кому-то одному или малой группе показалось. Надо рассматривать нашу историю, начиная с царских времен, особенно советский период и сегодняшний период, как единую историю. То есть палачей и жертв всех в одну кучу, и почему-то прославлять непременно надо палачей. Загадить их именами всю топонимику наших русских городов по всей стране. Организаторы массовых убийств русских людей, ритуального убийства государя – это, наверное, предки коммунистов. У нас другие предки, поэтому у нас с коммунистами не может быть ничего общего. У нас разные представления о жизни, о мире, о чести, о совести. У них революционная мораль, у нас традиционная русская мораль, связанная с моралью наших предков, с нашей верой. А у них нет, у них вера только в интернационал, мировую революцию. И вот в такого изувера Петра Войкова с иудейской фамилией и с представлениями о жизни, которые прямо противоречат всему, что было в Российской империи, российской истории. И сегодня мы, подавляющее большинство русских, стараемся жить по совести. Нам же коммунисты предлагают полный аморализм. И поэтому до сих пор существует множество названий, связанных с именами разного рода изувера, в том числе и организатора массового убийства, включая детей царской семьи, Петра Войкова. Конечно, его имя должно быть стерто отовсюду. Оно останется где-то в энциклопедии, про него можно будет узнать именно в связи с убийством государя и его семьи. А зачем эти имена на карте, как вы считаете? Это же позор. Это стыд и срам для нас. Может быть, мы не можем выпутаться из вот этой цепи трагических событий и не можем вернуться на заложенную нашими предками стезью истории, потому что позволяем вот этим изуверским именам поганить пространство вокруг нас. Ну, а либерасты за будущее и нынешнее живодерство. Прокуратура города Златоуста Челябинской области выписала детскому лагерю Горный несколько требований по результатам проведенной проверки. Среди них предписание убрать из библиотеки опасно для детей литературу, в том числе повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Здесь в свободном доступе находится множество книг, противоречащих законам о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, пояснил помощник прокурора Златоуста Анна Морозова. До 12-летнего возраста детям запрещены, в частности, книги ужасов «Собачье сердце» Михаила Булгакова. А то, что показывают по телевидению каждый день, это до 12-летнего возраста, это нормально? Вы понимаете, что вы отнимаете настоящую русскую литературу у детей до 12 лет, а это нормальная литература, в отличие от потока той грязи, которую вы выпускаете на экраны телевидения, и от которых ломятся книжные полки магазинов, куда вы сваливаете не русскую литературу, а всякий хлам. И вот этот хлам вы впихиваете в головы детей и начинаете преследовать за хорошую литературу те библиотеки, которые еще ее сохранили, и тех детей, которые еще готовы ее читать. В Нижней Палате готовится законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за антироссийскую пропаганду, распространяемую в том числе через СМИ. Предполагается, что за публичные подрывные выступления можно будет получить от года до 10 лет тюрьмы. Ну, видимо, книги Булгакова попадут под тот самый запрет, потому что это антироссийская пропаганда. Уж больно все, что там описано, похоже на то, что происходит с нами. Вот собачье сердце, ну, просто в некоторых местах один в один с нашей нынешней реальностью. Хотя вроде бы это о советской власти, там, о каком-то периоде, там, 20-х, начало 30-х годов. Но реально те же самые типы, те же самые негодяи правят. И те же самые придурки, типа Шарикова, которые на уровне собачьего интеллекта, продолжают поддерживать эту власть. Это подрывная, конечно, это пропаганда, видимо, против Российской Федерации. На самом деле это пропаганда против олигархического режима и воровской власти. Если мы являемся все пропагандистами именно этой мысли, то, наверное, нас очень трудно будет всех загнать в лагеря. Постараются. Я думаю, что Путин уже к этому готов. И где-то, наверное, уже строятся лагеря для приема сотен тысяч заключенных. Ну, это же нормальное развитие для них, для коммунистов, для либерастов. Для русских это ненормальное развитие событий. Поэтому нам надо успеть как-то их убрать от рычагов власти, пока они не начали массовые посадки, массовые расстрелы. Они уже начали пытки, они уже начали незаконные захваты людей. Все это есть. Они прослушивают телефоны, они ведут досье на всех нас, обманывают, нарушают закон. Массовое нарушение закона является признаком этого режима. Им осталось еще немножко, сделать полшага. И вот для всех сталинистов, видимо, это будет огромный подарок, когда начнутся массовые аресты и массовые уничтожения людей. И, наверное, тогда они решат, что наконец-то реинкарнация Сталина состоялась. И Путин это есть тот самый Сталин, который поведет нас от победы к победе. Но это все вранье, конечно, как про Сталина, так и про Путина. Давайте мы не будем жить в этом вранье. Вся деятельность прокремлевских сил это антироссийская пропаганда. Поэтому пусть этот закон принимают. Будут сидеть за преступления против нации и государства именно по этому закону. Продолжение следует... Продолжение следует...